Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первой заданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия, она по кругу, как стеной, а загорожена вокруг нее голограмма. Голограмма. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Надежду в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Надежды поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Надежду. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит, она показывает на эту. Круг вокруг нее. Говорит, что это ее защита. Вы уверены, что это ваша защита? Нет, не уверена. Плеча она пожимает. Вот и я о чем. Хорошо. Скэнер просканируй. Этот круг вокруг нее. Отключи полностью его. Выведи из биополя вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, другими подключками. И как все это выходит, силом его намерения отправляется голограмма в клетку-тюрьму. Готово. Я даю команду на счет риска. Она расканирует пространство над головой Надежды под ногами. 360 градусов вокруг нее. Семь тонких тел Надежды находит все. Демон. Инкуб. Парахноид на голове. Неолизард. Гуманоид. Гуманоид. Гуманоид почему-то сидит в позе йоги рядом с вот этой голограммой. Гуманоид связан с каким-то человеком под ключ. Хорошо. Кто-нибудь кроме гуманоида есть? Нет, все. Сколько находится гуманоид в этом биополе? И откуда он? Три месяца находится. Он с Утой, но он не находится в ее биополе. Он находится в этом человеке экстрасенде. Если бы ты не находился в этом биополе, паразит, я бы тебя не притянул. Значит, ты что-то оставил в этом биополе? Экстрасенса выстроила ей защиту. Пришла она сама. Она пришла к экстрасенсу и попросила подключку гуманоида? Защиту. Это защита, то, что мы сняли. Гуманоид, я тебе пока еще даю шанс отвечать на... Это то, как работает наша система. Через экстрасенсов. Они получают определенные энергии в виде разрядов. Значит, этот экстрасенс послал тебя, чтобы ты ей поставил вот это, что мы сняли. Скорее, наоборот. Она пришла к ней. Он не знает сам от подключки моей, но пользуется энергиями моей разной в виде разрядов. Я не знаю, есть смысл его притягивать или нет, Вера, если он сам не знает, что он делает. Нет, потому что она пришла сама. Она пришла к нему по своему желанию. Тогда начинаем сейчас с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать или будет отвечать неправду, будет наказан на его чистоте. Даю команду тонкой копии надежды спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативу, а получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. И пока идет реверс, скэнер просканирует полную ноту души надежды на настоящий момент. 96. 96%. Где 4% гуманоид? Не у гуманоида они. А у кого? Демон. Так, какой у нас демон, посмотри, Вера. 18. 18-герцовый демон. На каком основании ты забрал мне 4% души? Не забрал, пока хранится. Контракт есть. Магический. С кем? С тем, кто ушел уже. Передали все на нее. Налепили все на нее. Повесили. Значит, какая-то... Понятно. Значит, какая-то ведьма, в которой ты сидел, на которой работал, послала тебя в ее биополе, да? Которая на меня работала. Которая на тебя работала, послала в ее биополе, правильно? Всю грязь передавала. Первая на ее родственников. Это она убила отца и мать ее. Маги. Грязь, которую она перекладывала, в конечном итоге отразилась на биороботе. Теперь вся грязь пережила на нее. Ну, эта грязь как пришла, так и вернется назад. Хорошо. Где находится эта ведьма сейчас? В твоем мире? Да. На каком уровне? Минус два. А что так мало за такое? Она передала другим душам грязь. И этим выиграла себе несколько уровней. А теперь представь себе, что я всю эту грязь сегодня верну на минус второй уровень. И посмотрим, куда она с этой тяжестью сегодня уйдет. Это ее проблема. Это ее проблема. Хорошо. Итак, я у тебя спросил, сколько ты находился в этом биополе? Тогда спрашивай. Семь лет. Почти восемь. Хорошо, объясни мне еще одну вещь. Она вытащила подклад из ее почтового ящика. Я полагаю, это был момент подключки, правильно? Нет. А что это было? Грязь оставшаяся. От этой бабки, да? От ее магии. От ее магии. Заброс. Заброс грязи. Хорошо. Я могу сейчас притянуть фантом этой женщины, Вера? Давай попробуем. На четверть выстраивайся. Плохо ей. Она задыхается. Кто она? Фантомы. Это меня уже сейчас не интересует. Я спрашиваю разрешение Надежды. Надежда, вы хотите вернуть всю магию назад? Да, конечно. Все снять с себя хочу. Это мы все сделаем. Хорошо. Выстраивай прямой канал от Надежды к этой бабке, где бы она ни находилась. Один, два, три. И притягивай фантом в клетку тюрьмы. Стоит в клетке тюрьмы. Ну, она кричит, она дышит через раз. Стоит. Стоит. Хорошо. Все. Сегодня ты получишь свою цену. Сегодня ты получишь ту цену, которую ты заслужила. Но она говорит, не говорит, она кричит. Хорошо. Значит, делаем это. В ответ. И что она кричит? Просто кричит. Хорошо. Значит, закроем ей рот. Пусть она молчит. Хорошо. Поехали дальше. Ревер закончился, Верочка? Закончился. Она как собака лает. Ну, лаяла, в смысле. А сейчас рот закрыт. Хорошо. Ревер закончился, да? Да. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Надежда забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли. Надежда мощным потоком пошла назад. Все свое забираем по праву. Не, знаешь, есть еще груз вот этот, он гирями на ней, в ногах. Это кто? Кто это установил? Это вот этот груз как раз грязи. С силой моего намерения разрезаю эти кандалы на ногах. Один, два, три. Эту грязь вывожу ее полностью. Готово. И одеваю на эту бабку эти кандалы на те же места. На груди камень у нее появляется. Отлично. Все уходит туда, откуда пришло. У нее под ключики, получается, по чакрам грудь, голова. Конечно. Она проявляется снизу. Ушли кандалы, почистились ноги. Потом вверх выявился грудь и голова, тяжесть везде. Вся эта тяжесть выходит и идет по назначению тому, кто ее послал. Да, будет так, а так и есть. Но ее придавливает эту ведьму сильно. Это еще начало только. Она получит незабываемое впечатление и уйдет на более низкие уровни сегодня. Готово. Реверс закончился? Да. Посмотри, пожалуйста. Хорошо. Итак, начинаем с вытаскивания того, что осталось. Гуманоид на твоей чистоте что-то еще осталось? Биополе? Нет. Лизард. Сколько ты находился в этом биополе? Четыре года. Тебя послали тоже или ты сам пришел? Нет, он сам пришел корректировать реакции, отпитываться от них. Хорошо. Выходи, вытаскивай свое гнездо. В сердечной чакре сидел? Да. Все, энергии свои забирай, усиливал все эмоции в несколько раз. Он показывает, дышит, как она, как задыхается. Это его работа была. От волнения, от нервов, да. Хорошо. Надежда теперь знает, о чем идет речь. Готов. Арахноид, ты доставлял слишком много дискомфорта этому человеку. У него очень сильно болела голова. На ком основании ты это делал? Он ее волосы заплетал на голове. Полетал туда своей энергией и паутину. Сколько ты лет сидел в ее биополе? Семь. Семь лет. Выходи, вытаскивай всю свою паутину. Отключайся полностью, возвращайся в клетку-тюрьму. Приступай. Ох, ничего себе. А его тоже послали снизу. Арахноида этого. Арахноид, тебя послали снизу? Да, он нижний. Выстраивай канал к ответственному, кто послал арахноида, притягивав клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме. Она стоит уже там. Это бабка? Да. Арахноид. Она использовала разные летучие мыши, пауки, разные приспособления, показывает свой алтарь. Не видел никогда еще. Он все снял. Инкуб, сколько ты находился в этом биополе? Два года. Демон привел или сам пришел? Сам. Выходи, отключайся полностью, возвращайся назад, приступай. Готово. Демон, посмотри, на твоей чистоте что-то еще осталось в этом биополе, что мы не вывели? У него контракт, я с ней. Ей подписан контракт или вместо нее подписан? Нет, вместо нее. Кем подписан? Папа. Папа подписал? Перед смертью. Интересно. И что папа подписал перед смертью? В общем, здесь такая цепочка идет. Эта женщина скидывала всю грязь на... Отца. Отца сперва, потом на мать и потом на нее. От нее идет к ребенку. Ничего себе, какая паразитка. А где отец сейчас находится? Читаю информацию. Отец идет к первому уровню. Из-за этого контракта? С нулевого. Но это даже не контракт, это какое-то согласие между ними, что они будут использовать всю семью для сброса грязи. То есть отец добровольно дал свое согласие на это? Он разрешил на себя, чтобы не трогали других. Какой кошмар. Что за дичь такая? Пух. А так как эта женщина была подключена к демону, демон имеет прямой контракт с ней, уже остальных нет в живых. То есть это все перешло. Тогда мы сделаем сейчас следующее. Начнем с рассинхронизации. Или давай сначала с аннулирования контракта. Начнем, Вера, да? Да. Потому что это все потянет опять за собой. Тогда начинаем с аннулирования контракта. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Надежда должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Она готова это сделать. Да, она давно взяла в свои руки, просто не знала, как с этим справиться совсем. Вы уже попали куда нужно. Я говорю вслух, ее тонкая копия повторяет за мной. Я. Но он вышел, он большой, он как землян, на нем из него рога торчат. Пусть повторяет за мной. Внутрия власти моего суверенного я и свободного права распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Она есть. Вернулась энергия. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты, отработанные контракты, все фантомы контракта выходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Надежды с голограммой Демона, Демоном, Инкубом, Арахноидом, Лизардом и Гуманоидом. На счет ряде. Два, три. Пошла рассинхронизация до 100%. Закончится автоматически. Она сильно синхронизирована, как оболочку с себя снимает. Эта оболочка выходит из ее биополя. Готово. Отлично. Хорошо. Эта оболочка вышла и одевает эту оболочку на эту женщину. Ее трясти начинает. Отлично. Она синхронизируется полностью с этой оболочкой. Оболочка начинает работать точно так же, как работала на Надежде. Включая внутренний белосвет Надежде, этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены, низкоаберационные, чужеродные, находящиеся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит. И все это, вся эта грязь формируется в шар перед ней. Выходит ее собственная негативная энергия, вибрация выходит так же на частотах интерферентов, их подключек и на частотах магии. Но от подключек ничего не идет. От магии у нее горечь вышла в шар. Отлично. Этот шар отправляю этой женщине, входит в нее, распределяется равномерно. Готово. Даю команду на контрольную проверку скэнеру. Скэнер, контрольная проверка пошла. На чистую. Отлично. Подхожу к Надежде, помогая моей энергии, отстегнуйте все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают все каналы. Все отлетело, Вера? Да. Открывая воронку в галактическое ядро, канал выходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Арахноет Лизард. Кто из вас присутствует из всех в квартире, в доме Надежды? У кого есть там еще подключки? Ни у кого из них. Лия, прошу тебя выйти со мной на связи. На связи. Приветствуйте. А посмотри, пожалуйста, ситуацию. У меня гуманоид Суты. Его использовали в магии. Его подключка, голограмма, стоит у нас в клетке. Или это голограмма демона, Вера? Могу ошибаться. Это голограмма экстрасенса, а не голограмма, как стена защиты он ей поставил. И мы ее сами уберем. Лия говорит, что многие из них подключены экстрасенсы к разным космическим цивилизациям. Но раз он здесь в клетке, мы его заберем. Благодарю тебя. Готово. Может, там по цепочке что-то проявится. Хорошо. Лизард арахноет. Я сейчас вас буду отпускать первый раз на вашу чистоту. Если я еще раз когда-то вас увижу, я вас уничтожу. Вам это понятно? Да, понятно. Открывается два портала. Наверху один на чистоте лизарда, один на чистоте арахноида. Лизард уходит на свою чистоту, арахноет уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо. Инкуб готов уходить? Готово. Больше не приходи. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Один, два, три. Инкуб забирает все, что принес. Уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Есть. Скэнер, просканируй полноту души надежды на настоящий момент. Сто процентов. Отлично. Хорошо. Значит, у нас остался один демон и у нас осталась эта ведьма в клетке. Правильно, Вера? Да. Она идет на минус шестой уровень. Еще не все. Мы еще не закончили. Хорошо, Надежда. Вы хотите вернуть всю свою боль за все эти годы, которые нанесла вам магия тому человеку, той душе, которая причинила этот вред? Она говорит, что я бы хотела, чтобы с моих родителей вся боль тоже внушила к ней. Хорошо. Если это возможно, хотя их уже нет живых. Сделаем запрос. Мы можем это сделать? Нет, нам не надо это делать. Это делают другие. Хорошо, Надежда. Тот, кто встречает душу. Понятно. Значит, тот, кто встречает душу, это сделает. Так что за это не беспокойтесь. Вы хотите за свою боль отдать? Да. Выстраиваю прямой канал от Надежды к этой ведьме. Один, два, три. И мощнейшим потоком за все эти годы вся эта боль, которую Надежда претерпела от этой магии, возвращается к этой душе. Один, два, три. Пошла вся эта грязь, вся эта боль. Все, что весь дискомфорт, все, что испытывала Надежда и ее родители, возвращается к этой душе. И усиливает все в сто раз. Она вокруг нее спираль закручивается с ног вверх. И синхронизирует эту спираль полностью с ее тонкими телами. С ее фантомом. Сейчас посмотрим, на какой уровень ты сейчас уйдешь. Ну что, открой ей рот, открывай ей рот, она может говорить. Ты хочешь что-то еще сказать, ведьма? Нет, она не хочет ничего сказать, она морщится. Демон, куда она сейчас уйдет? Минус восемь. Открываю портал на минус восьмой уровень, один, два, три. И эта душа уходит на минус восьмой уровень, туда, куда ее притянет. Да, будет атака, так и есть. Канал изжигается к ней. Удар. Открою воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрываю печат и растворяю. Демон говорит, что не думай, что минус восемь – это что-то плохое. Это забвение там, где душа будет долго гнить. А это разве хорошее что-то? И только потом выходя на верхние уровни, например, на таком, в котором она была минус два, она будет испытывать какую-то боль. Сейчас же она будет догонить, разлагаться и болеть. На минус восьмом уровне. И сколько это займет по времени, по нашему земному? Пока не осознает. А, ну это может и столетиями продолжаться, да? Пока она будет жалеть себя. Ненавидеть других. Пока она не осознает суть своего нахождения, будет гонить там. Хорошо. С этим мы закончили, контракт убрали. Я полагаю, тебе хочется уйти не с пустыми руками. Тебе интересует эмоциональный фантом? Да. Хорошо. Еще скажи мне, есть ли лярвы? А, лярвы мы уже… Лярвы нет в ее биополе, да? Мы уже все убрали, проверяли. Или еще не проверяли? Есть ли лярвы в ее биополе? Мы не проверяли. Хорошо. Демон, есть лярвы в биополе? Это не боли лярвы, это был груз на голове, на груди и ноги. А это мы все передали. Все отдали. Хорошо. Значит, я тогда сейчас вытаскиваю эмоциональный фантом. Выходит эмоциональный фантом надежды. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие аборационные эмоциональные энергии. Проецируется на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Вышел фантом, он невысокий, но он горбатый. Как та бабка, наверное, да? Грязный, наверное. Грязный. Хорошо. Надежда, вы готовы скинуть эту грязь из себя? Да, готова. Сворачивай этот фантом в шар. Демон забираешь? Забирает. Отправляю демона. Готово. Хорошо, демон, у меня к тебе вопросов нет. Ты работал по контракту, соответственно, контракт мы убрали. Вопросов у меня к тебе больше нет. Ты готова уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. И демон уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. И ставь огненную пентаграмму. От голограммы открывай воронку в галактическое ядро. Она уходит на переработку, закрывай, опечатывай, растворяй. Кликта должна быть пустая сейчас. Вернее фантом. Да, готов. Хорошо, все, все убрали. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия и вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается. Наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Надежда, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую. Большую силу внутри себя чувствую. Понимаю, что я могу сама справиться со всем. Нужно изучать больше внутреннюю силу, в которой я сама смогу защититься. Сейчас мы будем поднимать в эту комнату диагностики вашего сына. И сразу перейдем в вашем присутствии к его чистке. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...